Здравствуйте дорогие друзья! Очередной видеообзор проекта «Научи хорошему» посвящен одному из самых популярных сообществ ВКонтакте – МДК. Обзор сделан с позиции традиционных семейных ценностей. Сообщество, в котором более 5,5 миллионов подписчиков, неоднократно обвинялось в экстремизме и ксенофобии. Но подобные обвинения сегодня звучат в адрес многих неугодных, поэтому давайте сами разберемся в том, какие нравственные качества воспитывает у подписчиков эта группа ВКонтакте, сравнимая по своим масштабам с полноценным СМИ. Механизм анализа предельно простой. Мы собрали все посты сообщества за 1-2 октября и разбили их по тематическим группам. Вот что у нас получилось. Всего за два дня в МДК было опубликовано 119 постов. Убираем рекламу и перепосты из других групп, остается примерно 110 сообщений. Из них «Пропаганда алкоголя в сообществе МДК» – один из постов из 110. Там хитрые змеи, там вещие птицы, там люди без песен и глаз. Они под полой прячут души и лица, но чем так похожи на нас. Пропаганда секса и пошлости. 12 постов. Русский язык коверкается практически в каждом сообщении, но зачастую посты содержат мат и нецензурные высказывания. 16 таких сообщений. А знаешь, мой Лада, есть лёд за горами, без слёз, без богов, без любви. У них неживая земля под ногами, а руки и думы в крови. Пропаганда негативного отношения к учёбе. 9 постов. С ними сразишься не раз. Они так жестокие и так непонятны, но чем-то похожи на нас. Пропаганда глупости. 40 постов. Призывы откосить от армии. Два сообщения. В оставшихся 20 постах ничего доброго, светлого или полезного вы не увидите. Но и в обозначенные темы они не входят. Поэтому отнесём их к категории другое. Также в сообществе за два дня были опубликованы три видеозаписи. Тематика всё та же. Смотри, у меня с моей девушкой намечается секс. Но дело в том, что я очень стесняюсь. Ну там, я не знаю, может её размеры мои не устроят, ещё чего-то. Я иду домой. Давай! Кстати, своих подписчиков администрация группы называет мудаками. Собственно, мудак это и есть расшифровка аббревиатуры МДК. Вообще, в сети можно найти много вариантов происхождения и определения этого слова. Но чаще всего говорится о том, что мудак обозначает либо кастрированного осла, либо человека, который не имеет цели и не ищет настоящего смысла своей жизни. В любом случае, ничего хорошего это слово, как и сама группа, не несёт. Между тем, 90% подписчиков этого сообщества уверены в том, что они просто развлекаются и никакого вредного влияния этот паблик на них не оказывает. Но не зря есть поговорка «назови человека сто раз свиньёй, а на 101 он захрюкает». Правда, в этом случае подписчиков называют мудаками. Подведём итог. Сообщество МДК нацелено на пропаганду алкоголя, пропаганду секса и пошлости, пропаганду глупости и бескультуре, пропаганду аморального поведения. Как заявляют сами администраторы сообщества, большая часть подписчиков – это школьники и студенты, прогрессивная молодёжь. Какой средний возраст тех, кто находится в этой группе? 30% – это несовершеннолетние, 40% – это студенты от 18 до 21, и остальная аудитория – это от 20 и выше, то есть 21-24. Это очень молодые ребята. Ну да, в основном это прогрессивная молодёжь именно. Группа МДК поддерживает и телеканал «Дождь», ведущий которого утверждает, что в сообществе особо плохого ничего нет. Мы смотрели ваши картинки там, ну в общем ничего уж такого страшного, тем более… Учитывая, что МДК – это один из самых крупных пабликов ВКонтакте, наверняка и среди ваших знакомых найдутся представители прогрессивной молодёжи. Чтобы проверить это, можете зайти на страницу паблика, и под логотипом сообщества вы увидите количество ваших прогрессивных друзей. Расскажите им о том, какие модели поведения в них закладывают подобные сообщества, и о том, что СМИ занимаются безструктурным управлением обществом. Используйте видеообзоры проекта «Научи хорошему», чтобы ваши доводы были более убедительными. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, комментируйте видеообзоры и присоединяйтесь к проекту «Научи хорошему». До новых встреч!